МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. В начале выпуска коротко об основных событиях. О чем говорили на ежемесячном оперативном совещании у временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Алексея Спаскова. Около 100 новых случаев за прошедшую неделю. Цифра уточняется. В усадьбе Тимохова-Саласкина прошла экологическая акция в рамках которой высадили более 30 саженцев вишни. Всем расти дерево, прошай нашу Родину. В рамках празднования Дня Ленинского городского округа и города Видное стартовал фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». Он родился на действительно волне такого вдохновения, связанного с Олимпийскими играми. Начнем с главной новости. Сегодня решением Совета депутатов Ленинского городского округа избран глава Ленинского городского округа. Им стал Алексей Спаский, который с 8 октября нынешнего года исполнял полномочия главы округа, а ранее с января 2020 по март 2021 года руководил нашим муниципалитетом. По результатам работы конкурсной комиссии, возглавляемой председателем Совета ветеранов Московской области Виктором Пикулем, депутатам было предложено рассмотреть на должность главы четыре кандидатуры. Путем открытого голосования депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа большинством голосов выбрали главой Ленинского округа Алексея Спаского. Избранный глава поблагодарил Совет депутатов за оказанное доверие и выразил уверенность, что совместными усилиями все важные инициативы и значимые для муниципалитета и его жителей проекты будут реализованы. В Дворце культуры города Видное состоялось ежемесячное оперативное совещание. Его провел временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спаский. Подробнее о мероприятии расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Ежемесячное оперативное совещание состоялось после длинных выходных, связанных с эпидемиологической обстановкой в стране. Поэтому одной из основных тем стала ситуация с коронавирусной инфекцией в муниципалитете, о которой проинформировал главный врач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев. Около 100 новых случаев за прошедшую неделю, цифра уточняется. Радует то, что есть количество выздоравливающих, это 269 за прошлую неделю. На дому наблюдаем 5600 человек. Главный врач ВРКБ отметил, что на прошлой неделе было зарегистрировано около 8 тысяч вызовов врачей на дом. Идет у нас вакцинация за прошлую неделю. Вакцинировано 1100 жителей от ковида. Также у нас вакцинация идет от гриппа. Это порядка, общее количество у нас уже сейчас достигло 56 тысяч человек, взрослого населения 42 тысячи, детского 13 с половиной. С сегодняшнего дня заработали многофункциональные центры в Видном и в Бутово парке. Теперь получить услуги в офисах мои документы можно в стандартном режиме, без предварительной записи. Те, кто не успел к нам прийти, не смог попасть в течение предыдущей недели, все пришли к нам сегодня. Дополнительные офисы в поселениях открываем со следующего понедельника. О подготовке к предстоящему зимнему сезону доложили представители управляющих компаний округа. Постепенно переходим к зимнему содержанию. У нас уже две тонны реагента завезено. Планируем увеличить и мобилизацию техники людей. Готовимся к снегопадам. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Алексей Спасский также обратил внимание на завершение в установленные сроки масштабных работ по благоустройству территорий и ремонта дорог в муниципалитете. Мы понимаем, что уже счет на дни пошел. Прежде чем случиться заморозки, практически работы будут прекращены. Вопрос второй – это перепись. Откровенно, неплохо. Мыстра немножко нас подогнала. Но в целом можно уже констатировать о том, что с задачей справились. На совещании также выступил председатель Совета депутатов Станислав Радченко. На комиссии Совета депутатов, на котором были рассмотрены поправки, которые сегодня мы предполагаем принять. И в том числе вопрос о содержании наших парковых территорий и проводимых работ, качество проводимых работ в наших трех парках, по результатам которого председатель комиссии было направлено информационное письмо в ваш адрес. В заключении встречи были заслушаны доклады начальников территориальных отделов, организаций, служб и предприятий муниципалитета. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Усадьба Тимохова-Саласкина, одно из любимых мест видновчан и гостей нашего города, теперь станет еще более красивым и уютным. Здесь прошла экологическая акция, в рамках которой высадили более 30 саженцев вишни. Екатерина Коваленко полюбовалась вишневым садом. Все, расти дерево, прошай нашу родину. Славный город, видный. И вообще здесь Ленинский район. Несмотря на прохладную погоду, плотный туман в усадьбе Тимохова-Саласкина было весело и многолюдно. Здесь высадили настоящий вишневый сад. Акция прошла в рамках восстановления исторического ландшафта этой территории. Совершенно замечательное экологическое мероприятие. Сегодня сажали вишни, вишневый сад, воссоздавали исторический ландшафт усадьбы Тимохова-Саласкина. Уверен, что в следующем году эти деревья уже будут радовать жителей нашего города, гостей города своим цветением и своим прекрасным видом. 35 саженцев уже взрослой вишни. Их длина более трех метров. Подготовка к высадке очень тщательна. Грунт обогащен специальным черноземом. Это деревья привезенные из Брянской области. Сорта тут разные. В основном черевишня. Это гибрид вишни с черешней. Устойчивая и интересная для нашего региона. Размер плодов черевишни более крупный, чем обычно. А вот по вкусу ягоды сладкие с легкой кислинкой. Кроме того, этот сорт меньше подвержен болезням. Тем не менее, в течение трех-четырех лет деревья нуждаются в особом уходе, чтобы развилась корневая система и они хорошо прижились. И в Тимохово-Саласкино для этого созданы все условия. У нас есть специальные дворники, садоводы. Мы обязательно обливаем все деревья, поддерживаем вид, смотрим, чтобы деревья не болели, общаемся с экологами, ничего не вырубаем просто так или еще что-то. Нет, мы следим, чтобы парк именно был настоящей усадьбой. Идея посадить вишневые деревья возникла не случайно. По легенде, именно в этих краях у Антона Чехова возник замысел знаменитой пьесы «Вишневый сад». Отец писателя работал в Тарычево, и Антон Павлович часто здесь бывал. Делаем полезное дело, во-первых, украшаем территорию, озеленяем территорию. Парк и так прекрасный, замечательный, но тем не менее, он за счет этого только приобретает, когда эти все деревья распустятся, а они все плодовые, то есть настоящие, на них будут вкусные, красивые плоды. Полакомиться первыми ягодами можно будет уже следующим летом. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. По инициативе членов общественной палаты Ленинского городского округа во время нерабочих дней в муниципалитете был проведен рейд по соблюдению предпринимателями предписаний об ограничениях в сфере предоставления услуг населению и масочному режиму в продовольственных магазинах. О результатах проверки расскажет наш корреспондент Юлия Пагасян. Все, закрыли. Вот так вот работают наши представители коммерческой индустрии. Ну что, ломиться не будем, толку нет? Да нет, конечно. Сарафанное радио, что по шестому микрорайону идет проверка надлежащего выполнения предписаний губернатора Московской области об ограничениях в работе некоторых предприятий, разлетелось моментально. Сотрудники открытых еще пару минут назад магазинов быстро заперли двери, не успев даже выключить свет. Конечно, в этом случае оштрафовать владельцев не получилось. Свет, пожалуйста, выключите. Если есть возможность распечатать объявление о том, что данное заведение работает, не выключите свет. По постановлению губернатора Московской области с 28 октября по 7 ноября включительно в регионе не могли осуществлять деятельность рестораны, фитнес-клубы, салоны красоты, другие предприятия по предоставлению услуг и магазины, кроме продовольственных. Владельцы должны были закрыть двери для посетителей, но не все предприниматели оказались добросовестными. По информации администрации Ленинского округа, в этот период поступило много жалоб на таких несознательных бизнесменов. Поэтому члены общественной палаты муниципалитета и решили инициировать рейд. Есть официальный сервис такой, куда жители обращаются с жалобами на нарушение определенных правил и тому подобное, добродел. Там фотография, она датируется, там есть дата, там есть время. Вот вчера ваше заведение работало. Эта неделя она была предусмотрена нерабочей для того, чтобы просто прервать спочку заболевания. Вы просто поймите, что мы из этого никогда не вылезем в итоге, если это будет продолжаться таким же образом. Вы продолжаете работать, вы считаете, что вы защищаете свой бизнес, но в итоге вы делаете хуже только себе, понимаете. Таких случаев, чтобы не было, чтобы не было больше болезней, чтобы люди спокойнее жили, а чтобы до Нового года мы не сидели дома. Ну, ребят, нужно, нужно. Чтобы мы с тобой будем. Да, да, и не будем говорить, что нет, значит, было, что они пришли. Нарушения были выявлены не только в точках торговли, которые в эти дни не могли осуществлять деятельность. Участники рейда, куда помимо общественников вошли представители администрации и правоохранительных органов, посетили несколько сетевых супермаркетов, где проверили соблюдение масочного режима. Мы все понимаем, со своей стороны мы делаем все, что необходимо, но, к сожалению, покупатели некоторые очень агрессивно воспринимают. Предлагаем у нас маски на каждой кассе. Тогда отказывайте. Хорошо, хорошо. Человеки без маски обслуживать не должны. Более того, если там в случае проявления какой-то агрессии, либо что-то еще, просто вызывать правоохранительные органы. Тем самым мы, как бы, я думаю, что все это дело сможем пресечь. В целом, РИД показал, что большинство предпринимателей все-таки на стороне правительства и пытаются помогать предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Но, как уже известно, пандемию удастся победить только тогда, когда каждый внесет свой вклад в борьбу с инфекцией. Нужно напрячься, нужно, соответственно, соблюдать, нужно, соответственно, контролировать. Ну и, соответственно, вакцинацию никто не отменяет, ребята. Нужно вакцинироваться однозначно всем. Только это может нас реально вытянуть из того болота, в котором мы сейчас находимся. С 8 ноября ограничения были сняты, локдаун не продлили, но масочный режим в регионе сохраняется. Поэтому члены общественной палаты намерены продолжить подобные рейды. Юлия Погасян, Кирилл Иванов, Рогосадовская. Видно этого. 8 ноября врачи-рентгенологи отмечают свой профессиональный праздник. Эта дата является днем, когда Вильгельм Рентген в 1895 году, проводя очередной эксперимент, открыл рентгеновские лучи. В период ковида все должно быть сделано как надо. Приподнимайте ножки. Ставим стопочки вместе. Врач-рентгенолог – профессия диагностическая. Многие считают, что все, что делает рентгенолог, по сути, фотографируют. Конечно, это не так. Тем более, что непосредственно за съемку отвечает медицинская сестра. Сдача рентгенолога состоит в том, чтобы выявить патологию исследуемого органа или органов, если это какие-то парные у нас есть органы. Мы должны выявить патологию, соответственно, сделать заключение, сделать подробное описание. И в последующем клиницист, уже сопоставляя все с клиническими данными, может вынести заключительный диагноз. Врач-рентгенолог Елена Дудко изначально планировала стать терапевтом, но решила для себя, что не лишним будет освоить еще одну специальность. И, как говорится, втянулась. Я пошла в ординатуру по рентгенологии. Это считается диагностическая специальность. И, проучившись год, я поняла, что рентгенология меня захватила с головой, и уходить оттуда я уже не захотела. Для Елены и ее коллег 8 ноября, когда отмечается их профессиональный праздник, обычный рабочий день. Признается, что особых торжеств не устраивают. Разве что соберутся скромно за чашкой чая. Мы с коллегами собираемся, вспоминаем университетские годы, старшие наши коллеги, они рассказывают интересные случаи, которые были, как они начинали работать. Ну, в общем, как-то так мы отмечаем День рентгенолога. Ежедневно рентген-кабинет посещает более 60 человек, и каждый из них знает, что быстро и оперативно получит необходимую помощь. Мы поздравляем Елену и других врачей-рентгенологов с профессиональным праздником. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. 1 ноября в рамках празднования Дня Ленинского городского округа и города Видное стартовал фестиваль визуальных и сценических искусств «Лови волну». Впервые в муниципалитете проводится столь масштабное мероприятие, объединяющее талантливых певцов, музыкантов, актеров, художников и писателей. Подробности в нашем следующем сюжете. Фестиваль фестивалей «Лови волну», как его называют организаторы, пройдет в муниципалитете с 1 по 30 ноября. Он должен собрать вокруг себя всех талантливых жителей, вне зависимости от сферы их деятельности и творческого направления. Это, по сути, 8 отдельных творческих конкурсов, объединенных под единым названием. Он родился на действительно волне такого вдохновения, связанной с Олимпийскими играми в Токио. В этом году, День города и Ленинского городского округа, мы провели под девизом «Лови волну». Фестиваль проводится по восьми направлениям – литературному, художественному, декоративно-прикладному, музыкальному, вокальному, танцевальному, театральному и выступлением оригинального жанра. Каждая курирует одно из учреждений культуры муниципалитета – Центральная библиотека, детская школа искусств города Видное, МБУ «Энергия» и историко-культурный центр. Именно они в режиме онлайн будут принимать работу участников. Весь фестиваль должен завершиться галоконцертом у кинотеатра. Поставим сцену, поставим звук, там все, что надо. Лучшие работы в файе кинотеатра выставим, лучшие музыкальные и поэтические номера на сцене. Фестиваль призван поддержать развитие искусства и творчества в условиях сложной эпидемиологической обстановки, а также поощрить одаренных жителей округа. Принять участие могут все жители муниципалитета. Уважаемые жители, приглашаю всех от мала до велика, жителей Ленинского городского округа, к участию в первом масштабном фестивале сценических искусств и творческих искусств «Лови волну». Екатерина Борисова, Татьяна Брылова, Константин Брылов, Елена Кошлева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова